Всем огромный привет! Я сегодня к вам с такими вот декоративными штучками. Настроение осеннее, мне захотелось поменять декор. Большая часть вам будет знакома, меня часто спрашивают, где я все это храню и зачем мне столько. Отвечая на эти вопросы, скажу, я люблю менять декор по сезону, мне это доставляет удовольствие. Я очень люблю как раз вот такие вот разные штучки, которые добавляют настроение, которые как-то, не знаю, вдохновляют что ли. Ну, в общем, на этот раз я использовала в основном, наверное, декор из магазина FixPrice, кстати. Вот такие вот зеленые шарики там сейчас продаются в магазине. У меня они, кстати, из очень-очень давно купленных ранее в этом же магазине, но вот сейчас их привезли наборами, так что я бы советовала присмотреться. Гортензию я сушила в прошлом году, так что до сих пор она у меня вот так вот выглядит, мне нравится, я могу ее использовать подобным образом. Клетки эти сейчас все еще есть в продаже также в магазине FixPrice. И кое-что здесь из магазина Leroy Merlin, в частности, вот эти вот сердечки. Кашпо я переделывала из магазина FixPrice. Кстати, меня будут спрашивать, откуда тыквы, я уверена. Каждый год в магазин привозят их в разных оттенках, я покупаю и перекрашиваю. Мне нравится использовать их также в декоре. Зеркало также из магазина FixPrice, коллекция Provençal еще перед Новым годом. Олени, я думаю, вы тоже узнали. В общем-то, практически весь декор приобретен там, меня устраивает качество. Я считаю, что одни из самых разумных цен пока еще именно в этом магазине, поэтому часто там что-то покупаю, переделываю. И вот именно по сезону я что-то складываю в коробки, убираю на дальнюю полку, а что-то таким вот образом расставляю по полочкам. Это может быть и каминная полка, и вот такие импровизированные полочки. Вечером мы любим включать гирлянды всевозможные, зажигать свечи, и таким образом создается очень уютная атмосфера. Но, естественно, атмосферу добавляют не только декор, но и полезные и приятные вещи. Совсем недавно из магазина Tiki Tex, это, кстати, магазин в городе Иваново, там потрясающий выбор всего для дома. Самые уютные постельные комплекты, разнообразный текстиль. В общем, много всего интересного найдете. Я нашла там вот такой вот матрас, да, бамбуковый. Мне очень нравится, насколько он плотный. Спать на нем невероятно комфортно и удобно. Приехал ко мне заказ, на самом деле, еще две с половиной недели назад, и мы уже хорошенько опробовали этот матрас. Хочу его похвалить. Размеры его метр шестьдесят на два. Цена очень приятная. Загляните на сайт, ссылку оставлю. Эта вещь очень комфортная. Кстати, чехол съемный, как вы уже поняли. Еще заказала себе две тюли. Если вы смотрели мои предыдущие обзоры с распаковками, могли видеть подобную тюль, но четырехметровую. В этом же магазине можно заказать и поменьше размер. Я себе заказала две такие вот. В следующих видео я вам обязательно еще покажу, как они смотрятся уже на окнах. Я буду менять текстиль на окнах по сезону, опять же, и покажу сочетание с теми шторами, которые у меня есть. Мне очень нравится качество, поэтому тюль четырехметровая уехала к маме, а вот эти две я себе заказала. Это трехметровые по ширине каждое полотно. Высота, если не ошибаюсь, 2,60. Мне идеально подходит. Качество великолепное за свою стоимость. Так что настоятельно рекомендую. Еще заказала для мужа такие вот шорты удлиненные. Знаете, они вообще крутого качества оказались. Не линяют, не вытягиваются. Именно такую вот длину любит мой муж. Ниже колена он не приемлет высокие шорты. Как-то вот, ну не очень, а вот эти очень понравились. Плотный, хороший трикотаж. И заказала вот такие спортивные брючки. И, опять же, почему выбрала мало в каких магазинах, даже из Иваново, можно найти вот такие брючки с прямыми штанинами, где нет резиночки внизу. Здесь у этих брючек прям все замечательно. Единственное, мы длину убирали, качество отличное, цена тоже супер. Ну и покажу вам мою недавнюю совсем переделку. Осень меня вдохновляет. Мы гостили у родителей, у мамы были вот такие вот часики. Я их немножечко реставрировала, ну, точнее, кастомизировала, наверное, так правильно будет сказать. В общем, циферблат уже достаточно подвыцветший, и они вообще совершенно не вписываются ни в интерьер, никуда. Мы решили их немножечко переделать. В общем, я взяла акриловую краску и сначала вроде бы начала окрашивать таким вот образом, но потом поняла, что лучше все-таки их разобрать. Мы их разобрали при помощи подобной же техники. Выкрасили внутреннюю часть циферблата, остальное подрисовала импровизированной кисточкой, и мы собрали такое вот подобие солнышка. Знаете, сейчас очень популярный такой декор. Вот, собственно, и все. Такая небольшая переделочка в духе осени. Если вам идея понравилась, если сегодняшнее видео вам было приятно смотреть, я буду благодарна за лайк и подписку. И, конечно, увидимся с вами в следующих видео. Желаю всем отличного настроения. Всем пока!